В студии Евгения Даровская, я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях этого дня. Смотрите в выпуске. Сани летом. Вы понимаете, вы ставите органы власти в несколько неудобное положение. Что планируют сделать в крае, чтобы избежать коммунальных аварий следующей зимой? Один день из жизни травматолога или не боги горшки обжигают? В завтрашний день уже можно ходить и вставать. В день травматолога. История одной династии. Экскурсия с министром. Мне хотелось бы, чтобы, может быть, хотя бы кто-то из тех ребят, которые придут сегодня, посмотрят эту технику, как-то заинтересуются. Как оживают экспонаты и зачем идти в музей ночью? Один миллиард девятьсот миллионов рублей выделят на лимонт теплосетей в этом году. Об этом они только говорили в правительстве региона на заседании, посвященном подготовке к следующему отопительному сезону. Чиновники и отчитались за прошедший период и рассказали о намеченных ремонтных работах, о подготовке к следующему отопительному периоду. Подробнее в сюжете Андрея Дреяра. Все прошло в штатном режиме. Так на заседании правительства говорили чиновники о прошедшем отопительном сезоне. Но при этом сами вспомнили о частых и масштабных авариях на теплосетях. Наиболее крупное повреждение было зафиксировано 8 декабря 2018 года по адресу улицы Водопроводная 142, когда в результате порыва трубопровода без теплоснабжения 30 часов оставались, ну практически 3 часов оставались 55 многоквартирных домов, 245 домов частного сектора. Это 12 тысяч наших жителей. И подобных аварий этой зимой произошло десятки. К новому отопительному сезону на ремонт теплосетей направят более 800 миллионов рублей. В целом же объем финансовых вложений составит 1 миллиард 900 миллионов. Специалисты уверяют, что ошибки прошлого сезона учли. Мы проанализировали и делаем вывод, что основная причина этого поздний запуск, пробный запуск систем теплоснабжения, который должен быть осуществляться до начала фактически отопительного сезона, до начала снижения температур ниже 8 градусов среднесуточных точнений. Проблем еще много. Задолженность муниципальных образований за уголь почти 600 миллионов рублей. Долги предприятий отрасли за энергоресурсы. К министру строительства и ЖКХ у участников заседаний было больше всего вопросов. Вы понимаете, вы ставите органы власти несколько неудобное положение. Вот сейчас все вас послушали и сказали, ну вот опять за счет потребителей, в том числе населения. Будем вытаскивать жилищно-коммунальные комплексы из той ямы, которая есть. С убыточным, так скажем, состоянием экономическим они не способны сами себя модернизировать. Действительно, все сегодня происходит за счет средств краевого бюджета, ну может быть в лучшем случае за счет средств местных бюджетов. До новой зимы планируют заменить 62 котла агрегата, 77 километров тепловых и 45 километров водопроводных сетей. Предположительно, в следующем отопительном сезоне это поможет избежать аварий такого масштаба. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Директор пассажирского автотранспортного предприятия в Камне-на-Аби Сергей Кузнецов считает, что историю с нехваткой автобусов раскручивают средства массовой информации. Так он отреагировал на публикации о том, что в городе перестала ходить половина пассажирских машин. В телефонном разговоре руководитель предприятия пояснил, что количество автобусов в Камне-на-Аби к лету сокращается всегда. Это происходит потому, что некоторых водителей не устраивает зарплата в 20 тысяч рублей, и они уезжают на подработку. История происходит каждый сезон, уверяет Сергей Кузнецов. Поэтому он не понимает сегодняшнего ажиотажа в СМИ вокруг автотранспортной ситуации в городе. Сейчас на линии города работает по факту 26 водителей. Это почти вдвое меньше, чем нужно. Тем не менее, местные жители в телефонном разговоре пожаловались на то, что автобусов приходится ждать по полчаса. Также пассажиров не устраивает то, что в 7 вечера дождаться автобуса почти невозможно. Руководитель местного АТП видит причину в плохом качестве дорог, из-за чего автобусы часто ломаются. Новый руководитель в Комитете по образованию Барнаула. С сегодняшнего дня им официально стал 50-летний Андрей Муль. После перехода бывшего главы Комитета Натальи Полосиной в Министерство образования края Муль находился в статусе исполняющего обязанности. До этого момента в течение 8 лет он занимал должность заместителя председателя Комитета. Напомним, Наталья Полосина сейчас находится во главе Комитета общего образования и будет курировать проведение ЕГЭ, ОГЭ в нашем регионе, а также заниматься развитием сети общеобразовательных учреждений. Каждый день переломы, вывихи и растяжения. Профессиональный праздник сегодня отмечают врачи-травматологи. Травматологию считают прародительницей всех хирургических специальностей. Это одна из самых древних сфер медицины. Наша съемочная группа сегодня начала день вместе с врачами Барнаульской больницы номер 11. У вас все в порядке, да? Замечательно. Сначала обход. Александр Вайнтрук заходит во все палаты ортопедо-травматологического отделения. Сейчас оно переполнено. Более 40 пациентов. Увечья здесь лечат разные переломы, вывихи. Также оперируют плоскостопие, могут поставить эндопротез, устранить усложнение после перелома. Каждый сезон ему свой вид травмы. Зимой одна травма, летом другая. Летом и с крыши упадут на стройки. Зимой, конечно, гололед вносит свои коррективы. Плюс весна-осень. Ну, никто не отменял садоводческие мероприятия. За день местные хирурги могут провести 6 операций, а за год – тысячу. Сегодня в графике эндоскопическая ортроскопия коленного сустава. Если проще, то операция на колени с помощью двух разрезов. Через один вводят инструмент, а через другой – маленькую камеру. Вот видим поврежденный мениск, вот видим поврежденный прячь сверху. Операция прошла не без сложности. Изначально хирурги рассчитывали, что поврежден только один мениск, но в процессе оказалось, что травмированы два. Процесс из-за этого затянулся, но врачи устранили оба повреждения. Через полчаса пациентка рассказала нам, что и травмы тоже было две, причем давно. Выходила с магазина, запнулась и упала на колено. Это было 8 лет назад. А полгода назад просто села на стулку, хотела передвинуться. И вторая травма получилась. Искра из глаз, резкая боль. Но тянуло время, думала пройдет. Два дня холод. Сегодня постельный режим строгий. Не ходить, не вставать. До завтрашнего дня уже можно ходить и вставать. Александр Вайнтруб в медицину пришел не случайно. Он много лет наблюдал за своим отцом, Станиславом Вайнтрубом. И сегодня сын делает ровным счетом то же самое, что отец. Он, когда учился в школе, постоянно интересовался, чем я занимаюсь. Когда заканчивал школу, сказал, что пойдет только в медицинский институт. Ну а по окончании института сказал, что я буду работать в отделении, где работаешь ты. Более того, сейчас готовится третье поколение медиков в семье Вайнтруб. Старший сын Александра заканчивает девятый класс и всерьез думает продолжить династию травматологов. Тариды Миллер, Николай Шелко, День с толком. Более 36 тысяч человек посетило музейную ночь в городах и районах Алтайского края. Это на треть больше, чем в прошлом году. В Барнауле в эту ночь работало более 40 разнообразных площадок. Чем постарались удивить гостей, выяснял Илья Кочетков. Официально стартовала музейная ночь на нулевом километре. Здесь гостей ждало театрализованное представление и масштабная выставка ретроавтомобилей. Большой интерес у взрослых и детей вызвала, конечно, ярко-красная пожарная машина, работавшая в Барнауле до войны. Здесь пять, 36-го года. Бочка с водой, пожарная, лестница, все, что ей нужное. Экипаж был пять человек. После, наверное, 40-х годов сменилось, стало музейным экспонатом. А известный в городе предприниматель Евгений Кураков приехал похвалиться раритетной копейкой, почти в идеальном состоянии. Он говорит, для всех участников коллекционные машины и мотоциклы не более чем большие игрушки. Хотя для него, например, поиск самого первого покупателя, его копейки, стал настоящим исследованием. Ему было интересно, кто этот человек, благодаря которому машина досталась ему в таком идеальном состоянии. Эти машины стали выпускать в 1974-м, это 011-я модель. И это из ранней партии. То есть, и, видимо, человек-то неплохих заслуг, потому что в то время получить, тем более из первой партии, машину, рестайлинговую, стайлинговую, эту 011-ю, это было круто. Он был механизатор села. Благодаря его рукам и, возможно, техническому, как сказать, доступу, он ее и сохранил. Здесь практически все родное, кроме сигнализации. Начнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Традиционно площадки работали по всему городу. Гмилика, краеведческие, городские парки. Кстати, в этом году к ним присоединился солнечный ветер. Всего 41 точка. В Краевом музее транспорта посетителей ждал сюрприз. Здесь обычным экскурсоводом работал руководитель латайского Минтранса. Он признается, работать гидом оказалось легко и приятно. Мы спросили его, а какую, на его взгляд, пользу могут вообще принести акции, подобные музейной ночи. Мне кажется, есть что посмотреть, особенно детям, подрастаемым поколениям, людям. И мне хотелось бы, чтобы, может быть, хотя бы кто-то из тех ребят, которые придут сегодня, посмотрят эту технику, как-то заинтересуются и потом в последующем закончат школу, закончат институт и придут к нам строить дороги в Крае. Музейная ночь в Барнауле, признаемся, не часто может удивить зрителей чем-то принципиально новым. Однако в этом году в ней приняли участие сразу несколько организаций, которые до этого не были замечены в музейных торжествах. В частности, это старейшая гостиница города Барнаула советского периода – Алтай. Здесь останавливались практически все знаменитости, приезжавшие на землю алтайскую. От Вольфа Мессинга и Александра Вертинского до съемочной группы фильма «Кощей бессмертный», о чем сегодня многие впервые в своей жизни узнали посетители гостиницы, впервые широко распахнувшие свои двери. Здесь, помимо съемочной бригады Александра Роу, помимо того, что здесь они проводили кастинг для съемок «Кощей бессмертный», здесь они платили зарплату в 44-м году тем, кто снялся в этом фильме для массовки. Здесь, на этом этаже, в свое время останавливались Иван Пырьев, наш знаменитый кинорежиссер, наш земляк алтайский. А здесь, в свое время, останавливался Эльдар Рязанов. Наслаждаться мероприятиями и музейными редкостями барнольцы могли до поздней ночи. Несколько улиц превратились в пешеходные зоны, а трамваи и троллейбусы развозили припозднившихся любителей прекрасного до трех часов утра. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Наращивать объемы производства, открывать свои точки и выходить на мировой рынок – такую цель ставит перед собой руководство нового завода по производству подсолнечного масла, который всего пару дней назад открылся в селе Малахово Косихинского района. Запуск нового производства позволит вывести алтайскую продукцию на новый уровень, где товары, как обещают производители, будут отличного качества и по доступной цене. В чем особенность нового алтайского продукта, расскажут наши корреспонденты. Всего год назад на этом месте был пустырь, а сегодня стоит внушительный завод по производству растительного масла с автоматизированным импортным оборудованием. Сегодня у завода праздник, его торжественно открыли с благословения владыки Сергия. Под ваши аплодисменты, уважаемые коллеги, друзья, гости, перерезаем красную ленту. Алтайское особое. Под таким названием здесь выпускают новую линейку подсолнечного масла. Оно высокого качества, ведь производится из натуральных ингредиентов. В масле сохраняются все ценные для организма вещества. Новое производство запустила всем известная строительная группа компании «Союз». Казалось бы, масло не их профиль, но в этой отрасли они видят огромные перспективы. Надо продавать самим, да? Поэтому не такой огромной степени торговая сеть, как, допустим, те, которые сегодня работают с нами. Но, тем не менее, торговые точки шаговой доступности, они должны быть. И мы должны предложить нашим людям действительно качественный и максимально дешевый продукт. Сейчас на маслозаводе ежедневно производят 7 тонн масла и около 9 тонн жмыха. Масло разливается в бутылки объемом 1 и 5 литров, которые разработали по специальному дизайн-проекту. Сейчас запущена лишь первая очередь. В ближайшее время стартует вторая, которая предполагает, помимо подсолнечного масла, производство еще или не ново. Я надеюсь, что в будущем году завод увеличит свои мощности как минимум в два раза. Поэтому фасовка бралась с расчетом увеличения мощности. Проект уже есть, ведем подбор оборудования. На предприятии работает 15 человек, все жители села Малахова. После расширения производства рабочих рук станет больше, рассказывают руководители завода. А как только Алтайская особая завоюет региональный рынок, продукция отправится на экспорт за границу. Уже идут переговоры на поставку масла в Китай и Казахстан. Казахстан 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 Казахстан